Девять сельских школ в новый учебный год вступят с отремонтированными спортивными залами. Республике в этом помог федеральный бюджет. Он выделил более 15 миллионов рублей. Есть среди них и одно городское учреждение образования. Это школа в девятом поселке. Ремонта в спортзале там не было никогда. Условия для занятий были, мягко говоря, некомфортными. Но депутат девятого поселка в Верховном Совете Лариса Карпова добилась финансирования. В помещении провели капитальные работы. И теперь это современный, светлый и теплый спортзал с раздевалкой и душевыми кабинами. В ближайшее время будет решен вопрос с покупкой мечей, снарядов и другого инвентаря. Так что 1 сентября учеников девятого поселка ждет вот такой полезный подарок. Также Лариса Карпова сообщила о решении другого больного вопроса. В большинстве нуждающихся сельских школ построены теплые благоустроенные туалеты. И теперь остались небольшие расходы на ремонт оставшихся санузлов. Они где не функционируют, где закрыты по техническим каким-то причинам. Вот у нас осталось 12. Все. И тема в республике будет снята. Это, вы знаете, я считаю, это такой плюс для здоровья ребят. Качество законов зависит не только от депутатов. На самом первом этапе документы готовят сотрудники аппарата Верховного Совета. Он в целом обеспечивает работу парламента. И о том, почему без него не могут обойтись законодатели, узнаете из следующего материала. Парламент Хакасия – это не только депутаты, сессии и президиумы. За кадром остается труд сотрудников аппарата, от которых в равной степени зависит качество работы Верховного Совета. Народные избранники подают идею. Но для того, чтобы она стала реально действующим законом, необходимо разработать проект согласно нормам. Проверить на соответствие его конституции и федеральным законам. Выверить все до запятой. Этим и занимаются сотрудники правового отдела аппарата. Они также проводят лингвистическую и антикоррупционную экспертизы. Причем нагрузка постоянно растет. Если первый созыв парламента принял чуть более 70 законов, то нынешний шестой рассмотрел 8 раз больше. Очень важно, чтобы специалисты, которые пришли, были грамотными, потому что уже обучаться некогда. Процесс обучения или становления этого органа профессионалов, юристов, специалистов именно в законодательной технике, он у нас начался в 90-х годах. Сейчас уже нужно приходить готовым к этой работе. 586 законов. В составе аппарата есть также отдел по бюджету, госслужбе, взаимодействию с органами местного самоуправления. Всего же в них работает около 50 человек. Это меньше, чем у законодательных органов соседних регионов. Из-за чего, к примеру, не у всех членов президиума есть помощники. Мы скромно, исходя из нашего бюджета, наших возможностей, конечно, желательно, может, побольше экспертов разного направления иметь в составе аппарата. Но я думаю, что будем расти, будет совершенствоваться и работа его. Аппарат обеспечивает связь депутатов с федеральным собранием, законодателями других регионов страны, а также с властями городов и районов республики. Он же обрабатывает письма от жителей Хакасии и в целом отвечает за информационную открытость Верховного Совета. Любой желающий может узнать план работы депутатов, что они собираются обсуждать, как их вообще можно найти. Вся информация есть на сайте Верховного Совета. И каждый гражданин, который желал бы это увидеть, он может зайти на сайт, посмотреть полный список депутатов с их адресами, с указанием даты проведения приемов, с указанием места проведения приемов. Пожалуйста, пользуйтесь нашим сайтом в полной мере и получайте информацию. Ведь представительный орган – это как раз тот орган, через которого можно реализовать свои какие-то запросы и даже нужно пользоваться им. В период выборов у аппарата возникает еще одна важная функция. Когда уходит прежний созыв, а новый еще не приступил к своим обязанностям, он обеспечивает преемственность традиций, которые вот уже более 20 лет позволяют законодательной власти республики оставаться единой и эффективной командой. Председатель парламента встретился с редакторами республиканских и районных средств массовой информации. Встречу организовал региональный союз журналистов. Говорили о насущном, о политике, экономике, общем настроении в республике. Журналисты не упустили возможности напомнить руководителю законодательной власти о больном. Муниципальные газеты на грани выживания. Недостаток финансирования не позволяет платить работникам пера достойную зарплату. Клуб редакторов предложил спикеру принять тарифную сетку для работников СМИ, что позволило бы поднять уровень оплаты в отрасли. Владимир Штыгашев поддержал эту инициативу. В следующий раз поговорим об итогах работы ведущей фракции «Единой России», которая и является ответственной за общую законодательную политику в регионе. Продолжение следует...